Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцар. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео, ребята, для вас буду снимать второго прогноз для всех знаков зодиака в период с 1 по 7 марта 2021 года. Работать буду сегодня с тремя колодами. Две колоды оракульного плана и второе колесо года. Я думаю, колоды наверняка уже вам все известны. Для тех, кто впервые на моем канале, рассказываю, как буду с вами выстраивать работу. Я буду смотреть позитив недели, негатив недели, совет от карт, а на оракулах мы с вами посмотрим неожиданность периода и дополнительные рекомендации. Итак, напоминаю, что расклад является общим, не может однозначно отыграться для каждого из вас. Примите, пожалуйста, это во внимание. Если необходимо, смотрите по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте, ну и, скажем так, уберите на вооружение услышанную информацию. Начинаем с вами с ловнов. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Овны, у вас здесь далеко идущие планы, причем они касаться могут таковых сфер, как, во-первых, прощупать информацию с целью выйти из кризиса, причем этот кризис может быть как в рабочей сфере, деловой, сфере межличественных отношений, сфере реализации. То есть у вас задача собрать информацию для того, чтобы решить какие-то насущные проблемы. Проблемы эти могут касаться как финансового плана, так и вопросов в принципе реализации, либо это просто выход из затяжного длительного периода апатии, депрессии. У кого-то это постреабилитационный период, либо период восстановления, например, если вы болели до этого. Если эти карты мы с вами будем рассматривать относительно вопросов личной жизни, для тех, кто на текущий момент свободен, могу сказать так. Вы можете здесь, как говорю, подслеживать, либо обратить свой взор на отношения, которые были в прошлом, потому что не можете здесь их еще отпустить. У вас, видите, ситуация кризиса эмоционального выгорания и переживаний. Да, вы нацелены, настроены, вам хочется новых отношений, вы об этом мечтаете, но в рамках этого периода пока нет такого возможности. Для тех же, у кого отношения в нестабильных связях, то есть любовные, треугольники, квадраты, то арканы здесь указывают на ситуацию и попытки прощупать почву. Как там партнер с вами, без вас, как себя ведет, как себя чувствует, как вам относится вообще, чем живет, чем дышит. Вопрос недоверия и эмоционального кризиса в паре. Для тех же, у кого стабильные взаимоотношения, то это попытки выяснить, прояснить ситуацию, где достать финансы, как реализовать какие-то новые возможности, как закрыть финансовые дыры, финансовые потребности. То есть это попытки искать новые источники дохода и реализации. Опять же, попытки присмотреться к друг другу с целью проработать кризис, либо какие-то затяжные ситуации в ваших взаимоотношениях. Если карты смотреть относительно вопросов работы и финансов, вы в статусе неработающего человека, например, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, это искать источники дохода. Но поддержки финансовой как таковой здесь нет. Почему это падает в позитиве? Любой кризис – это фаза роста, и вас это будет, знаете, как волшебный такой пендель по мягкому месту, для того, чтобы вы развивались, искали новые возможности. Если вы в статусе соискателя, это определяться с нишей, то есть искать, в чем себя реализовать, в какой сфере. Если вы в статусе наемного работника, это взвешивать все за и против. Объясню. Первое. Вы элементарно можете здесь не работать, например, отпуск или больничный. И второй момент. Это когда у вас происходит профвыгорание, вы понимаете, что ловить здесь больше нечего. И будете для себя мониторить новые места работы и реализации, потому что понимаете, что по перспективе вы можете здесь уволиться. Ловить вам здесь больше нечего. Если у вас вы собственный бизнес, то здесь это решение финансовых проблем, это вложения, которые пока еще могут здесь не окупаться, боязнь потерь. Могут быть какие-то проходить сделки, где вы будете мониторить, а стоит ли вам туда в них вкладываться или нет, и чем для вас отчревато. То есть каковы здесь будут перспективы. Если арканы смотреть относительно вопросов здоровья, то карты здесь указывают на то, что вы восстанавливаетесь эмоционально, физически. Неважно, болели вы или нет, это, знаете, общая какая-то хроническая усталость и утомляемость. Соответственно, вам нужны будут ряд мероприятий по восстановлению вашего внутреннего состояния. Что у вас здесь по негативу? Давайте посмотрим. Значит, по негативу. Либо появление. Видите, король кубков. Здесь падают нас влюбленные и тузмичи. По связке этих карт. Человека, который за вами может ухаживать. Как следствие, это, знаете, как вопрос ребром. Продолжена с ним отношения или нет. Следующий момент. Это, в принципе, какие-то конфликтные ситуации, противоречия в паре, которые вам необходимо будет решать с психологом. Но на повестке дня вы пока к этому не готовы. Можете это проговаривать. Может быть, идти на кал страсти. Но здесь нет вопросов пока примирения. Это только выяснять, сопоставлять, сравнивать. Еще такой момент. Здесь у кого-то может идти отложенная свадьба или роспись. По совету. По тузу жезлов смело идти во все новое. Начинать, в принципе, новые дела, работа. Если это касается обновления отношений, смело пробуйте. Все получится. Если планировали зачатие, самое время. И вообще туз жезлов это аркан обновления. Не зря же у нас идет первый месяц весны, первый день весны. И как показывают эти карты, пробудитесь, откройтесь всему новому. Мы сейчас посмотрим здесь еще на символоне относительно неожиданности данного периода, какая у вас ситуация. Но вот видите, не зря у вас здесь падает стагнация, некое такое отчаяние. Потому что, как показывает данный аркан, вы в первую очередь присвещаетесь теми событиями, в первую очередь бытовыми, которые в вашей жизни происходят. Помимо прочего, сами себя загонять в какое-то эмоционально-депрессивное состояние. Аркан так и называется. Депрессия. Потому что здесь идет, знаете, либо день сурка, либо жизнь в мире теней. И для вас это как беспросветность. Вы не видите реализацию вашего потенциала, ваших возможностей. Поэтому у вас, как следствие, идет попытка все решить самой, либо самому. И вы сами в этом увязаете. Поэтому здесь у вас период, может быть, неделя задержки развития каких-то дел, задержка новостей. Может быть, в принципе, упадок сил, оттягивание каких-либо процессов. Потому что этот аркан показывает, когда может быть депрессивное состояние еще по той простой причине, что вам придется ждать каких-то событий. И вот карта вас призывает, в первую очередь, выходить из этого депрессивного состояния, не закрываться от жизненных проблем, не уходить от принятия каких-либо решений. Почему? Потому что, да, с одной стороны, это ситуация, когда вы оказываетесь в ловушке, идет непринятие ситуации. Ну и как следствие, у вас может идти застой, остановка, тупиковая ситуация, разочарование в чем-либо. Но аркан показывает на ситуацию, что в первую очередь вам нужно сесть, расслабиться, подумать. И это неделя бездействия. То есть, знаете, как остановиться и переждать. В первую очередь. Ну давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Какой у вас здесь акцент. Ну вот видите, аркан свободы. То есть, если что-то вас здесь отягощает, отпустите, освободитесь. Бросьте свое прошлое, либо какое-то негодование, либо тяжелое событие в пучину, в пучину эмоций, в пучину жизненных событий, событийного ряда. То есть, вам нужно освободиться, сбросить тяжкую ножку. Вот аркан Карли в первую очередь вам на это указывает и дает акцент. Так, мы с вами будем переходить к тельцам. Посмотрим, что же их ожидает на этой неделе, к чему им готовятся. Очень давно не работала с этой колодой. Уже даже не помню, сколько. Даже жалко было брать ее в работу. Она уже такая у меня затяганная, затяганная. Но, тем не менее, очень любимая. Итак, тельцы, давайте смотреть, к чему вам готовятся в первую неделю марта. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова здесь для вас ситуация? Ага, пустая карта. Значит, закрытая информация от вас. Ну, сейчас посмотрим. Ой, у вас прям на подбор одни мечевые карты. Опустошение. Почему? Потому что здесь связаны быть обязательствами. это как придется разбить кому-то сердце, поставить что-то на паузу. Нет реализации процессов, планов или идеи. Пусто. То есть, вот видите, не зря бы была пустая карта. Закрытые возможности. Почему? Потому что вам это нужно время для того, чтобы переждать, с чем-то собраться с мыслями, как новый старт и этап для переезда, смены места жительства, смены вообще положения вещей. То есть, смотрите, у кого-то по связке карт как уволиться, взять паузу, безработица, отойти от отношений, то есть, поставить что-то на паузу, деловые контакты, новые возможности, либо новые начинания. Это, в первую очередь, как затишье перед бурью у вас здесь идет по картам. Даже если посмотреть, смотрите, на вопросы личной жизни. Те, кто на текущий момент свободен, видите, пусто, для чего нет. Те, кто у нас в любовных треугольниках, разрыв связи, отстраниться. Для тех, кто в стабильных отношениях, это может быть некая отстраненность друг от друга и увязание в каких-то бытовых проблемах либо ситуациях. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего пенсионера или вы в декрете, то арканы указывают, что помощь ждать некуда. То есть, тут будете все тянуть на себе, решать самостоятельно. Если вы ищете работу, вы в статусе соискателя, то есть разбитые какие-то ожидания, как показывает аркан, нужно переждать, собраться силами и найти нишу, в которой хотите себя реализовать. Если вы наемный сотрудник, отсутствие работы, отпуск, больничный, увольнение, завершение каких-то проектов. Это может быть элементарно даже у вас связано с вашими близкими, когда у вас будет какая-то отстраненность от дел. Для тех, у кого свой собственный бизнес как период некого простоя, затищий перед бурей, подготовка к каким-то вот новым движением, к новой формации. Если по состоянию здоровья, это период эмоционального и физического спада, некое такое разбитое состояние, но почему это падает в позитиве, это как вопрос обновления, регенерации ваших клеток, как на ново встряхнуться. У кого-то может быть период легкого недомогания, но почему это падает в позитиве, это знаете как, избежать каких-то более тяжелых ситуаций. Смотрим, что у вас здесь в негативе. Ну, смотрите, умеренность, повешенный, девятка пентаклей, как вынужденный покой, как траты на отпуск, отдых, восстановление, как застой, может быть, некий в финансах. Очень много будет растрат в рамках этого периода, но тем не менее, эти траты будут, которые в удовольствие, но вы будете почему-то здесь очень сокрушаться или переживать относительно вашего источника дохода, то есть как у вас будет деньгами, как пойти дальше, почему простое, почему нет движения финансов. В плане совета по императору, сохраняйте спокойствие и контроль, все сможете вырулить, тем более, я повторюсь, у вас злоколобик, колесница, вы на подходе к каким-то серьезным переменам. И вот этот аркан указывает на то, что неважно, мужчина вы или женщина, у вас внутри внутренний стержень, опирайтесь на свое чувство видения ситуации, вы умеете все контролировать и умеете просчитывать на несколько шагов вперед. Если необходимо, обратитесь к кому-либо за помощью, советом, поддержкой, потому что император это когда вам оказывают кто-то свою протекцию в решении тех либо иных вопросов и задач. Вот вам нужно в первую очередь взять себе на заметку. Ну давайте будем смотреть на символуне по сути. Какова будет здесь неожиданность данного периода? На что рассчитывать? Трудовые будни. По-другому это не назовешь, либо еще аркан называется повседневной жизнью. Это как масса каких-то мелких бытовых хлопот или задач. Поехать, купить, подкрасить, перевезти, пойти оформить, переоформить, там сходить, жек, не важно что. Аркан, который говорит о том, что в рамках этой недели вы будете погрязнеть и в каких-то бытовых нюансах. Рутинная работа. Это очень много ежедневных обязанностей, монотонного труда. И здесь, конечно, перед вами будет двигать чувство долга. Это какие-то повседневные заботы, это серые будни, это в первую очередь, знаете, может быть даже какой-то тяжелый конвейерный труд с разделением обязанностей. Но, как показывает Аркан, дела будут идти по накатанным рельсам. То есть, все стабильно, все без изменений, рутинная, стабильная ситуация. В чем-то может быть даже скука, обязаловка, но Аркан вам рекомендует, что обратите внимание на свой быт. Займитесь делом, всему свое время, потому что даже неприятные дела должен кто-то делать, кто-то должен каким-то образом их вытягивать. Это, в принципе, с позиции совета, разрешение текущих завалов либо текущих проблем, на которые вы отмахивались, либо у вас не доходили руки. Но теперь придет время заняться этим вопросом. Так, ну давайте посмотрим, на чем еще вам нужно сконцентрироваться. Ох, быть спонтанными, креативными, оригинальными. Могу сказать так, вам это удастся. Это, знаете, как выстраивать какую-то стратегию, продумывать план действий, который вы захотите впоследствии воплотить. Да, безусловно, по этим арканам вы кого-то можете удивить своей спонтанностью, да, и решением уволиться, кардинальным образом что-то поменять, поставить на паузу, отойти от решения текущих дел или задач. То есть, вам это жизненно будет необходимо. Ну, значит, такова ситуация всему свое время. Хорошо, вот такая неделя выходит у нас для тельцов. Будем смотреть далее. Посмотрим с вами близнецов. Близнецы, давайте смотреть, к чему вам готовится. позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь по ситуации? А у вас прогресс, движение вперед, поездки, переезда, смена места жительства, отдых, покупка автомобиля, либо решение задачи, вопросов, связанных с автомобилем. Начиная от тюнинга, ремонта, пригнать, отогнать, там, решить какие-то вопросы подверенности, неважно что. Но, как показывают карты, это прорыв, это победа, это успех, это приподнятое эмоциональное, физическое настроение, это радость в каждом вашем деле, в каждом вашем начинании, во всех продвижениях. То есть, это, знаете, мощный стимул, мощная энергетика, которую вы будете обладать. Итак, карты здесь показывают однозначно то, особенно для тех, кто свободен, это прорыв, много общения, много контактов. Сложно сказать, что эти отношения будут новые, стабильными, либо серьезными, но, как минимум, помогут вам здесь самоутвердиться. Это однозначно. У многих может быть идти из знакомства в поездке, либо на расстоянии. Если на текущий момент вы в нестабильных отношениях, у вас любовные треугольники, то здесь вам ситуация, сама судьба предоставит такой карт-бланш, самоутвердиться, показать, кто в доме хозяин и отвоевать своего партнера либо партнершу. Если у вас стабильные взаимоотношения, то это совместное продвижение и развитие вашего союза. Начинают от вопросов, как съехаться, жить вместе, получение предложений руки и сердца, совместные поездки, совместные планы, цели и достижения. Здесь однозначно идет развитие и укрепление союза. Если Аркану смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, ну, как вариант, вы неработающий пенсионер, либо вы в декрете, то здесь поддержка, здесь мотивация, может быть, работа удаленного плана через интернет, поиск себя, работа в логистике, либо это может быть сдельная оплата труда, потому что по связке Арканов это как выполнил работу и получил замечательный результат, получил оплата труда. Если вы в статусе соискателя, это победа, это поддержка, это трудоустройство, у многих для трудоустройства это придется либо переехать в другой город, может быть, страна, работа дистанционного порядка, либо работа в логистике, вот об этом указывают и говорят карты. Если вы на текущий момент наемный сотрудник, это внезапные командировки, поездки, может быть, вас переведут в другой филиал, и в принципе эти Арканы, которые указывают на интересные предложения и продвижение по службе, то есть перспективы и увеличение дохода впоследствии. Если у вас собственный бизнес, это однозначно много общения, поездок, переговоров, это в принципе повышение вашего тонуса и расширение вашей деятельности. Если у Арканы смотреть относительно вопросов здоровья, это замечательное эмоциональное и физическое самочувствие. Давайте смотреть относительно негатива. Относительно негатива, что могу сказать? Энергия здесь бьет ключом, масса начинаний, но могу сказать так, некоторые ваши начинания, ваши коллеги либо друзья могут принять в штуки. Можете получить не совсем корректную обратную связь, это может вас, знаете, несколько огорчить либо озадачить, но однозначно не собьет вас с намеченного плана. Что здесь еще по этим Арканам? Если тут стоит вопрос любовного треугольника, это как резко отсечь третью сторону, ставить в свои условия свой ультиматум. И если вопрос касается зачатия и деторождения, то эти Арканы показывают на то, что здесь необходима врачебная помощь в решении этого вопроса. В плане совета Король кубков это слушать свою интуицию, свое внутреннее я, доверять себе. Если необходимо, обратиться за помощью к мудрому человеку, знающему, чтобы получить от него дельный совет или рекомендацию. Аркан, который указывает на обращение к психологам для того, чтобы проработать внутренние комплексы и блоки. Либо, если вы хотели длительный период погрузиться в мир психологии либо эзотерики, то самое время начать. Относительно неожиданности данного периода, видите, у вас падает такой замечательный Аркан, он называется в некоторых источниках пара, в некоторых источниках свидания. Карта, которая говорит о сотрудничестве, о том, что люди с вами будут пытаться выстраивать гармоничные взаимоотношения, идти на контакт. То есть, все будет складываться самым удачным образом, потому что данная карта это в первую очередь и примирение, и улаживание конфликтных ситуаций, и новые соглашения. Это, в принципе, знаете, реализация ваших интересов через кого-то. это необходимость кому-то довериться, опереться на поддержку другого человека. Это, в принципе, знаете, у кого-то внутренний страх и боязнь одиночества, которые вам помогут проработать. И, в принципе, как показывает этот Аркан, вот если хотите реализовать что-либо задуманное, найдите себе пару, партнера или партнершу. То есть, ищите своих единомышленников, свое дополнение и поддержку со стороны. Так, сейчас мы с вами посмотрим, на чем нужно сделать акцент. Если смотреть по этим Арканам, это, в первую очередь, знаете, как прислушиваться к тому, что будет с вами созвучно, что будет с вами резонировать. Это Аркан, который, в первую очередь, указывает на погружение внутрь себя, на вскрытие каких-то болезненных ран. Я не знаю, видно вам, не видно, преломляется немножко свет, как у девушки вот здесь окровавленный нож. Это вскрыть наболевшие вопросы, наболевшие ситуации. Самое время. Почему? Потому что, повторюсь, вы получите помощь, получите поддержку и реализацию ваших самых заветных целей, планов и задач. Поэтому действуйте смело. Любая ситуация вам будет подвластна. Хорошо, мы будем переходить к представителям знака зодиака Рак. посмотрим, как для них откроется эта ситуация и новые возможности. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь? Ой, много суеты, много начинаний. Знаете, как будете распылять свою энергетику, но начато не даете до конца. Поэтому, в первую очередь, вы знаете, как выстраивайте грамотную стратегию. По этим арканам это будет даже некое-то желание уединиться, отойти от общения, от коммуникации с кем-либо. Знаете, как потому что по связке карт вот шестерка мечей и рыцарь кубков связки с тройкой мечей. Это в первую очередь наполнится эмоционально, потому что эти карты говорят о вашем желании, знаете, как побыть в одиночестве, отойти от кого-то, дабы ни с кем не конфликтовать, ни отреть себе сердце и душу. Но по связке арканов, конечно, значения здесь разные. Здесь могут быть отложены поездки, срыв планов, перемена планов, либо поездка может складываться не так, как бы вам этого хотелось. И также здесь могут быть сорваны эти соглашения, либо контакты, или какие-то контракты, подписания договоров. Но ситуация вам впоследствии будет не в тягость, а в радость, потому что, знаете, вот не зря существует такая пословица «Не было бы счастья, так несчастье помогло». Ну а в целом, это, знаете, арканы какой-то такой пассивной самодостаточности. То есть по принципу пусть все идет, как идет. Потому что в рамках этой недели вам захочется какой-то внутренней легкости, отойти от каких-то своих внутренних негативных или деструктивных эмоций, отойти от конфликтов, конфликтных ситуаций. То есть постараться отстраниться от общения со всеми. Итак, если эти карты смотреть с позиции личной жизни, и вы на текущий момент свободны, это уйти в дебри, уйти от всех, ни с кем не коммуницировать. Если это у нас вопрос любовных треугольников, это отстраниться от этой ситуации. Почему? Дабы не испытывать деструктивных эмоций. Если у вас стабильные связи, то здесь могут быть конфликтные ситуации относительно поездок, переездов, смены места жительства, но которые вы сможете здесь урегулировать. Да, может быть, все складываться будет не так, как вы этого хотели, либо себе планировали, но тем не менее сможете эту ситуацию для себя прояснить. Если карты смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, ну как вариант, вы неработающий пенсионер, либо вы в декрете, то здесь как нужно менять тактику, либо менять стратегию, потому что помощи ждать неоткуда, придется рассчитывать только на самих себя, и максимум, что здесь нужно рассчитывать на работу удаленного плана. Если вы в статусе соискателя, есть такое выражение, так сталося, как гадалось, тут будет идти смена планов, смена направлений, например, рассчитывали на эту должность, пришли вам, говорят, вы знаете, все, вакантных мест нет, кого-то уже поставили на эту должность, и вы отправитесь снова в поиск. Да, будете несколько опечалены, но впоследствии поймете, что все для вас сложилось наилучшим образом. Если вы на текущий момент наемный сотрудник, здесь командировки, которые, допустим, вы не очень хотели в них участвовать, это, в принципе, отпуск, это может быть, допустим, уйти даже как на больничный, отдохнуть, или взять за свой счет, или же, как вариант, после событий, это, знаете, как желание уволиться, но многих это будет по вопросам личной жизни, когда вы не можете, например, находиться в одном офисе, в одном помещении с человеком, с которым у вас были вопросы личных взаимоотношений, это как принять решение оставить эту ситуацию, эту работу, и, скажем так, уйти в поисках нового и лучшего места в вашей реализации. Если это собственный бизнес, то, знаете, как скрипя сердцем отойти от одного вида деятельности и переключаться на иной. Почему? Потому что вы четко понимаете, что что-то для вас является непродуктивным, соответственно, нужно менять стратегию, и нужно менять подход для того, чтобы зарабатывать и, в принципе, увеличить ваш источник дохода. Если арканы смотреть относительно вопросов здоровья, то здесь могут беспокоить сердечно-сосудистые заболевания, но не ввиду того, что вы болеете, а на фоне каких-то ваших внутренних эмоциональных переживаний, в первую очередь. Но это падает, почему в позитиве? Потому что эту ситуацию вы можете решить и, соответственно, устранить. в негативе. В негативе хочется поддержки, хочется помощи, реализации, хочется партнерства, наладить личную жизнь очень многим, потому что здесь, знаете, как нехватка твердого такого мужского плеча либо женского для кого-то. А те, кто состоит в отношениях, это как вы не видите своей значимости для партнера или партнерши. И хочется признания, хочется эмоций, заботы и любви. И, конечно же, вас в рамках этого периода очень сильно эта ситуация будет тяготить. В плане совета, башня, разрушать все ненужное, отжившее, менять образ, стиль жизни, обстановку, работу, если вынуждено это необходимо. И башня, как это ни странно, поскольку это аркан недвижимости, как заняться дома, перевести в порядок какие-то бытовые дела, бытовые нюансы, навести порядок в шкафах, вычистить все, чтобы все блестело, все сверкало, создать себе комфортную и уютную обстановку для пребывания. Ну, давайте посмотрим на неожиданность данного периода, о чем говорят здесь карты, какова здесь ситуация. Видите, у вас даже по арканам, которые здесь ложатся, вот этот аркан, он указывает на моменты разъединения либо отстранения, потому что вроде бы как и пара, да, и целостность. Но видите, повернуты друг к другу спиной, то есть некий такой момент разъединения либо отторжения. Еще этот аркан очень часто у нас называется несовместимость, поэтому он указывает на какие ситуации. В первую очередь, это осознать в себе мужское и женское, для того, чтобы обрести целостность, уметь это урегулировать, сделать гармоничным. Это в принципе научиться работать в команде, дополняя друг друга. Это в принципе осознать и понять, что все мы разные, и для того, чтобы с кем-то коммуницировать, нужно не то, чтобы подстраиваться под кого-то, но идти на какие-то компромиссы. Это в принципе аркан состояния, одно из ваших частей личности. Это умение выражать свое видение, свое мнение, это право на особенность. Аркан, который в принципе указывает на ситуацию, знаете, как разности двух миров, взглядов на жизнь, неважно, будь то подруга, ваш молодой человек, когда вы несовместимы по неким вопросам и будете пытаться это урегулировать. И в плане совета это в первую очередь, знаете, как смена состояния, то есть здесь нужно отстраниться, расслабиться, отдохнуть перед принятием каких-то для вас важных либо значимых решений. Ну и посмотрим, на чем нужно сделать акцент. Какова у вас ситуация? Ну, то есть делай, действуй, потому что этот аркан самодостаточности, аркан, который указывает на внутреннюю реализацию, то есть какие-то действия. Если что-то не устраивает, меняй ситуацию, не можешь изменить ситуацию, меняй свое отношение к ней. Вот об этом вам говорит аркан. Будьте хозяином своей судьбы, своего положения. Поэтому, надеюсь, у вас это получится. Хорошо, мы с вами будем переходить ко львам. Будем смотреть, как для них отыграется этот период. Так, ребят, будем с вами переходить ко львам. Посмотрим, что у них будет в рамках этого периода на повестке дня. Поэтому, ребята, настраивайтесь и будем смотреть. Итак, поехали. Львы, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Давайте смотреть, какова у вас здесь ситуация. Отчего вы там так бежите? Ну, смотрите, здесь какие-то есть внутренние сомнения, страхи, с чем связаны, с нарушенным равновесием, с балансом. Причем, у вас это, у некоторых это связано с переменами по всем сферам жизни. Это как возродиться, поменять кардинальным образом. У других, здесь это в первую очередь, страхи могут быть, судебного процесса, в принципе, какого-то судебного дела производства, исков, апелляций. Но, эти арканы падают в позитиве. Соответственно, это говорит о том, что, вот видите, даже открывает для вас аркан под руку, дно колоды король мечей, что даже, как бы, сам процесс справедливости будет на вашей стороне и процесс правосудия. Если эти карты, скажем так, не принимать во внимание с позиции точки зрения, не трактовать их относительно органов законодательной, административной власти и, в принципе, каких-то судебных процессов, то арканы здесь показывают на боязнь восстанавливать отношения, идти на примирение, делать какой-то первый шаг. Но, вам это удастся проработать. Если карты смотреть относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны. Это страхи и боязнь, как помириться, вернуться в прошлое, либо пойти по старой модели поведения. Но новых знакомств здесь связь карпанов не сулит. Здесь только максимум возврат отношений с прошлого. Если на текущий момент вы в любовных треугольниках, либо у вас какие-то не совсем стандартные связи, то здесь это в первую очередь бежать от них сломя голову и после них возрождаться. Почему? Потому что вы понимаете, что, по сути, эта ситуация заморожена, ничего в ней не поменяется. Если арканы здесь смотреть для тех, кто находится в стабильных союзах, парах, это в первую очередь как избегать конфликтов, избегать вмешательства третьих лиц в ваши отношения. Потому что в умеренности суд это очень часто, когда с позиции добрых побуждений кто-то из родственников, из членов семьи будет пытаться раздавать советы либо каким-то образом пытаться устраивать ваши взаимоотношения без вашего ведома. То есть это желание от этого отстраниться. Дальше. Если эти арканы смотреть относительно вопросов работы и заработка, и вы в статусе неработающего человека, например, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то здесь переживание, страхи, а как же оно будет дальше? Но умеренность и суд это указание на то, что хватит быть в замороженном состоянии. Нужны кардинальные перемены, и вы на них решитесь. Это знаете, как наново возродиться. Вот здесь аркан суд. Вот, посмотрите, первые цветы пробуждаются после зимней спячки. Как следствие, это указание на то, что и вы так будете просыпаться, подниматься после какого-то длительного периода застоя. В плане финансов это может быть помощь со стороны близких, либо это какие-то судебные дотации, субсидии, какие-то выплаты плановые, которые будут вам адресованы. Если эти карты смотреть для тех, кто на текущий момент в статусе соискателя, это, знаете, как боязнь бежать от рутины, но вместе с тем боязнь что-то поменять. Но суд показывает, что хотите вы того, либо не хотите, изменения произойдут сами. Вы совсем пойдете в иную нишу. Если это касается наемных сотрудников, здесь страх и переживание начать наново, что-то переформатировать, поменять, может быть, в новом месте открыть, ну не то, что открыть филиал, а начать в новом офисе работать, боязнь новой должности, боязнь повышения, с позиции справитесь ли вы с этой ношей. Если это собственный бизнес, это, знаете, как бояться открываться на новом месте, либо, в принципе, внедрять какие-то начинания. Если карта смотреть с позиции здоровья, то это, наоборот, позитивный аркан. Это проработка внутренних комплексов, страхов, восстановления, укрепления иммунитета. То есть, арканы здесь крайне позитивны. Что у вас здесь падает в негативе? Давайте смотреть, как для вас отыгрывается ситуация. Так, ну, это вопросы взаимоотношений внутри семьи. Это, знаете, как, не то, что отдавать должное, либо дань, это конкретно, как под кого-то подстраиваться. Не важно, будь то ваш отец, брат, супруг, потому что здесь как отдать дань должное, отдать дань уважению, пытаться, ну, знаете, как, держать хорошую мину при плохой игре. Это, в принципе, знаете, идти на компромисс, на примирение с родственниками, на укрепление взаимоотношений, а вам это сейчас, например, не очень хочется, вот так, по этим арканам. Ну, и, в принципе, это как, может быть, приезд пожилого человека в вашу семью напогостить. Не важно, это может быть, как теща, свекровь, так свекр, тесть, потому что здесь арканы указывают, как принимать кого-то старших в своей семье. В плане совета по Королю Пентакли акцент на финансовую подушку, на заработок, на реализацию, на укрепление ваших возможностей, или, вы знаете, как совершать крупные покупки. Если необходима финансовая помощь или поддержка, то это как акцент обратиться, это либо знакомый, либо банкир, потому что у нас эта карта указывает на финансовую помощь со стороны, в которой, например, вы нуждаетесь для решения тех либо иных задач. Ну, сейчас будем смотреть относительно неожиданности данного периода, как для вас отыграется здесь по ситуации. Итак, что у нас здесь? Старший аркан, 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 оракульный свадьба. Карта замечательная, потому что иссулит и новые возможности, и радость, и примирение, и новые трудовые договора, и контракты. У кого-то, в принципе, восстановление отношений, приглашение на свадьбу, семейное торжество, празднество, крестины, в принципе, аркан радости, новых возможностей, новых полномочий. И вообще, в плане совета, это знаете, как найти партнера, единомышленника для решения тех задач, которые вы себе наметили. Так, что здесь у вас? На что обратить внимание? Ну, это знаете, в первую очередь, как держать в секрете свои начинания, либо свои планы, им не делиться, умение хранить тайны, как свои, так и чужие. в принципе, это вопросы конфиденциальности, потому что здесь, это знаете, как скрывать, либо хранить какую-то очень важную информацию, не разглашать ее остальным. И тогда, скажем, вы сможете добиться тех результатов, которым вы стремитесь. Так, далее, будем переходить с вами к девам. Посмотрим, что же у наших дев здесь будет. Так, девы, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь за ситуация? Это кардинальные перемены. Это, знаете, как связаны с закрытием, отсечением, отсекать, людей, которые, в принципе, вас энергетически испытывают, или от вас питаются энергией. Потому что по связке карт это как закрываться от людей, от ситуации, которые вам разбивают сердце, которые для вас являются отягощающими. Либо, в принципе, прощаться с ненавистной работой, ненавистными коллегами, друзьями, либо родственниками, которые к вам относятся потребительски. Видите, несмотря на то, что больно, как закрыться от ситуации, кардинальным образом поменять что-то в своей жизни. Если арканы смотреть относительно вопросов личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то карты вам здесь не сулят новых взаимоотношений. Здесь вы закрываетесь, отгораживаетесь в принципе от любых связей. Если это смотреть вопросы любовных треугольников, это отгораживаться от отношений, в которых вы находитесь в ситуации неясности и выбора. Если это стабильные связи, это уходить от конфликтов, от, в принципе, выяснения взаимоотношений, и, знаете, в принципе, попытки отстаивать свои права, свои интересы. То есть кардинальным образом пытаться поменять модель поведения в семье и во взаимоотношениях. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка и финансов, вы в статусе неработающего человека, то здесь акцент на том, чтобы вы позаботились о ваших сбережениях. И здесь карты вам рекомендуют не тратиться, жить в режимах экономии, сопоставлять доходы с расходами и искать новый источник заработка, потому что, увы, здесь финансовое положение, скажем так, оставляет желать лучшего. Если на текущий момент вы в статусе соискателя, то здесь идет череда разочарований, но негативный опыт тоже опыт. И как показывают карты, это вам поможет выставить и грамотно себя повести со следующим работодателем. То есть, в принципе, научиться ценить самого себя либо саму себя. И, соответственно, с должным таким вот образом относиться к самому себе на интервью, на собеседованиях и показывать работодателю, чего вы достойны, просить большего. Если эти карты смотреть с позиции тех людей, которые уже работают по найму, то либо отпуск и больничный, и работы нет, либо желание уволиться, потому что надоело, что на вас взваливают все сразу, либо ищут козла отпущения. Если свой собственный бизнес, отпуск или больничный, потому что, видите, здесь простой работы нет, либо закрытие неких филиалов. Почему это падает в позитиве? Потому что арканы показывают, что вы сможете избежать крупных потерь. В плане состояния здоровья это вопросы укрепления иммунитета, это вопросы сердечно-сосудистых заболеваний, но по связке этих арканов это в основном для тех, кто метилзависим. Поэтому здесь, пожалуйста, прорабатывайте эти моменты. Что у вас здесь в негативе? Так, в негативе. В негативе это попытки уйти от эмоциональной зависимости, от чувства собственничества, от ревности, то есть попытки прорабатывать внутренние комплексы. У кого-то элементарно как поход к психологу, серьезные на это траты. Помимо всего прочего, это просто как траты на поездки, переезды, но которые для вас жизненно необходимы в плане эмоционального восстановления. Что здесь еще по связке карт? это попытки двигаться вперед и найти любимое дело с хорошим окладом, но почему это падает в негативе? Потому что уходите в никуда, пустая лодка, то есть пока ловить нечего. В плане совета тройка пентаклей сакцентироваться на ваших способностях, ваших талантах, что вы умеете, приумножить эти качества, раскрыть их и наконец-то заниматься тем делом, которым вы стремились или хотели, даже если вы в это не верили, даже если у вас опускались руки. Но самое время, потому что когда будете работать с душой и для души, вот тогда пойдет финансовый достаток. Давайте теперь посмотрим на неожиданность данного периода. У вас здесь падает такой аркан, называется он в первую очередь Королевские дети, чаще всего такое название встречается. Аркан, который указывает на семейные хлопоты, на семейные проблемы, в то же время на тот факт, что вам нужно будет по отношению к кому-то проявить заботу, внимания. В принципе, это будет время повышенной эмоциональности, потому что карта, которая в первую очередь указывает и на вашу эмоциональную уязвимость, и эмоциональную уязвимость ваших близких. Поэтому здесь либо вы будете в роли просящего помощи, заботы, внимания, либо эту помощь и внимание будут требовать от вас. и надеваться некуда, потому что это аркан семьи, это аркан, который указывает на вашу заботу другим людям, это в принципе эмоциональная поддержка, которую вам нужно оказывать вашим близким, ну в принципе какой-то слаженный согласованный проект, это в принципе какая-то работа либо дело на всеобщее благо, это когда выполнив свою часть работы, вы движетесь вперед. В принципе аркан указывает на перекладывание ответственности либо попытки это сделать, но совет это в первую очередь знаете как не прятать свои таланты, не прятать их, не закапывать какие-то свои возможности, свой потенциал, а передать их миру, чтобы наконец ваше окружение могли увидеть ваши возможности их оценить по достоинству, помогать вам их развивать дальше. Ну еще такой вот момент, даже если что-то не получается у вас с первого раза, реализация какого-то плана, цели или мечты, вот не привязывайтесь к плодам своей деятельности, не получилось раз, получится на последующий раз. Так, на чем нужно еще сделать вам акцент? Освободиться, вот видите, freedom, аркан свободы, который указывает на то, что вот бросьте в пучину страстей ваши переживания, какие-то горести, слезы, либо ситуация, которая вас отягощает, либо выбивают из колеи. Пришло время сбросить ненужный балласт. Весна это время обновления, поэтому пользуйтесь этим, получайте такую возможность, ну и соответственно вы для себя откроете новые перспективы. так, будем с вами переходить к знаку зодиака весы, посмотрим, как для них будет отыгрываться данный период и данная ситуация. Итак, весы, позитив недели, негатив недели и совет от карт, что же у вас на повестке дня. Весы все в работе, в заработке, в реализации, потенциал, хорошие покупки, траты и новые возможности заработка, финансовой помощи, финансовых вложений. Вообще карты, которые показывают на хороший эмоциональный подъем, получение подарков, тут масса радости, удовольствия, хороших плановых покупок и в принципе знаете, как планирование отпуска, либо если вы планировали покупать автомобиль, это как собирать средства и выбирать какую-то статусную вещь. Если Арканы рассматривать относительно вопросов личной жизни и отношений, то здесь может быть как знакомство в командировке, либо знакомство по деловым контактам. Не обязательно считать, что с человеком вы будете работать плечом к плечу, но тем не менее такая вероятность есть. Если у вас вопросы любовных треугольников, то здесь ничего не меняется, здесь работают над отношениями, планомерное продвижение вперед и укрепление взаимоотношений. Но тут больше касается вопросов с любовником или с любовницей. Если это стабильные связи, то есть вы встречаетесь, либо вы сожительствуете, либо у вас стабильная семья, это совместные покупки, траты, укрепление взаимоотношений, накопить на отпуск, раннее бронирование, планирование, поездки выходного дня. Очень такое приподнятое эмоциональное настроение. Если эти карты смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, например, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то здесь какие-то социальные выплаты, здесь в принципе получение финансовой помощи по королю Пентаклей, это как и вернули долг, и помощь допустим от родственников, детей, от партнера, на это указывают карты, то здесь идет реализация финансового благополучия. Если вы в статусе соискателя, то это получить протекцию либо поддержку и однозначно трудоустройство. Если вы наемный сотрудник, это увеличение дохода, заработной платы, внеплановые командировки. И впоследствии здесь еще знаете, как могут отправить на курсы повышения квалификации или мастерства, ну и в дальнейшем это может вам дать продвижение по карьерной лестнице, если у вас собственный бизнес. Это вкладываться в новое детище, это партнеры, это новые деловые контакты, укрепление связей, расцветание и новые возможности вашего дела. В плане здоровья замечательное и эмоциональное и физическое самочувствие, восстановление, укрепление. Кстати, по связке карты это тратится еще знаете, как на массажи, это вкладываться не только в спа-процедуры, но допустим в процедуры по уходу за собой. Поэтому здесь все у вас замечательно. Что у вас в негативе? Какова здесь ситуация? В негативе долговые обязательства либо выплаты по кредитам, алименты и так далее. То есть и плюс кто-то может попросить финансовой помощи, вы не сможете отказать. Могут быть, конечно, здесь конфликтные ситуации относительно выплат. Например, если кто-то вам должен денег, вы будете говорить, что пришли сроки возвращать, человек возвращать здесь не готов. Поэтому может возникнуть накал страстей. В плане совета по суду укрепление взаимоотношений, возрождение, перерождение, перемены в плане работы, новая должность, новые возможности, восстановление по здоровью, восстановление у кого-то старых отношений, у кого-то даже предложение руки и сердца. Потому что у вас на колоде семерка кубков. Это легкость, это исполнение желаний, исполнения мечты. Поэтому арканы на самом деле здесь у вас прекрасные. Относительно неожиданности. Ну, здесь аркан, который указывает на много сплетен, пересудов, в центре которых вы окажетесь, могут вам многозначительно перемывать кости, пытаясь каким-то образом подорвать вашу репутацию либо авторитет. Но могу сказать так, ничего не выйдет, потому что вы тоже, скажем так, еще тот фрукт, сможете себя смело отстоять. И самое главное, не дайте себя распять на вот этом агрегате. Это в первую очередь. То есть, если вы замечаете какие-то ситуации, где вам пытаются перемыть кости, то знаете, как смело осекайте и ставьте на место. Ну и посмотрим, на чем же нужно вам сделать акцент. Какова здесь будет ситуация. Ой, смотрите, у вас в первую очередь аркан метаморфоз, Атерна, он указывает на перемены, трансформацию, на легкость, на исполнение желаний, движение к мечте. Это вопросы обновления, легкости, заниматься любимым делом, либо радость от воплощения какой-то идеи, цели или мечты. Поэтому, ну, неделя вам благоволит, поэтому вам и карты в руки. Пусть у вас все получится. Мы с вами же будем переходить к скорпионам. Посмотрим, что с улит скорпионом в данный период. К чему им готовятся. Итак, скорпы, что у вас здесь? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Ой, у вас здесь перемены. Тут, знаете, как желание отстраниться от ненужного, взять ситуацию под контроль своей руки и идти в новое светлое будущее. И не важно, чего это касается. Вопросов работы, финансов, отношений, либо вопросов здоровья. Это когда вам надоело быть в той рутине, которая у вас была ранее, поэтому здесь желание кардинальным образом все поменять. Естественно, поменять в лучшую сторону. Если эти арканы смотреть относительно вопросов личной жизни, здесь наоборот, знаете, будете отгораживаться от новых знакомств с целью ожидания своего идеала. Тут нежелание снижать планку либо какие-то амбиции. Если это вопрос любовных треугольников, опять же, желание закрыться, отгородиться от ненужных связей, потому что вы осознаете, что достойны лучшего. Если здесь идет вопрос стабильных связей, вы встречаетесь, вы сожительствуете, вы живете в браке, это, в принципе, как закрыться от каких-то внутренних блоков проблем, неудач, это показать свой потенциал вашему партнеру либо партнерше, чего вы достойны, на что вы можете стремиться, потому что здесь, видите, по весне радость обновления, как сбросить тяжкий груз, как наконец-то начать жить в свое удовольствие, получать какую-то эмоциональную радость и подъем. Вот вы будете нацелены непосредственно на это. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы на текущий момент, например, не работаете, в декрете и так далее, то здесь ожидание и как поймать момент собственной реализации, попытки отгородиться от прошлого опыта и уйти здесь в новое. Будет ли здесь финансовая поддержка со стороны? Здесь нет, потому что по картам это нужно реализовать свой потенциал, найти свою нишу. И если на текущий момент вы в статусе соискателя, то здесь не рассказывать о своих планах и потенциалах и вот маг и пас жезлов уходить в новое, в свою реализацию. Многие, кстати, могут уйти работать на себя. Если вы наемный сотрудник, это не рассказывать о планах, целях или намерениях и здесь как получать повышение, новые возможности. Может быть, конечно, такое, что даже если вы наемный сотрудник, понимаете, что перспектив здесь нет, это может быть желание уйти и работать на себя или в свое. Если у вас собственный бизнес, это отстаивать свои позиции, это раскрытие потенциала, новые перспективы, новые договора, масса общений и новых деловых контактов. В плане здоровья это акцент на укреплении вашего самочувствия, это отгородиться от внутренних блоков проблем, в первую очередь прорабатывать хронические заболевания, здесь обращение за помощью к врачу, ну и пас жертвов это получение каких-либо рекомендаций, перечня, которые вы будете использовать для улучшения вашего состояния. Негатив. Что здесь за кризисы вы переживаете? Смотрите, пятерка пентаклей, десятка пентаклей, сила, арканы, которые указывают. У некоторых это увольнение и уход работать в семью, но вам страшно, вы знаете, как попытки взять быка за рога, потому что боитесь, что не будет реализации. У некоторых это финансовая зависимость и знаете, вот как нет источника дохода и вы будете пытаться себя реализовать в чем-то новом. Ну страшно, кризис, то есть как это преодолеть, как собраться, как не расхлябаться, потому что десятка пентаклей это работа в семье, либо в частном подряде, либо на самого себя. А сила это найти силы, побороть какие-то внутренние переживания, комплексы страха, то есть решиться на что-то, приложить усилия. И относительно совета, жрица, прислушивайтесь к своей интуиции, доверяйте ей, смело за ней идите. Если есть необходимость, обратитесь за советом к практику, которая вам поможет найти ответы на ваши вопросы. Если было желание, но не доходили время, руки, возможности реализовать себя в сфере эзотерики, самое время, значит пришло время учиться и реализовать себя в этом. Что же у вас здесь в плане неожиданности? Сейчас посмотрим, какова здесь ситуация. О, такой замечательный аркан. Аркан так и называется, вампир. Карта, которая показывает на то, что у вас идёт какое-то энергетическое истощение. Почему? Потому что здесь вы понимаете, что очень часто вас использовали, брали вашу энергетику, ничего не давая взамен. И вам нужно будет проявить свой потенциал. Возможно, по этому аркану будет некая нехватка жизненных сил. Это нужно будет искать дополнительный источник энергии. И в принципе, аркан указывает на то, что да, в вашем окружении будут желающие что-то поиметь с вас. Поэтому следите за адекватностью обмена энергиями. Либо действуйте по принципу, как ты ко мне, так и я к тебе. Что посеешь, что пожнёшь. В плане вашего внутреннего состояния, в рамках этой недели это будет нехватка собственных сил, ресурсов. Может быть, некий такой период желания жить за чужой счёт, потому что здесь вот как нехватка сил, нехватка мотивации, нехватка солнца, отдыха. Это потребность во внешней энергии. Вот об этом говорит аркан. Это какой-то сумрак души, внутренние переживания, фобии, комплексы. Кстати, может быть, знаете, агрессия, которая направлена внутрь себя и на ваше окружение, например, на ваших близких. Это, знаете, какое-то ощущение внутренней обиды на весь мир, потому что вы боитесь ситуации либо опасности стать зависимым от кого-то либо от чего-то. Это, знаете, как будто не свобода в самопроявлении и вы не понимаете, как вам двигаться дальше либо что делать. Так вот, знаете, это в первую очередь как отдохнуть, дождаться нужного периода. Это найти дополнительный источник энергии, поддержки и реализации. Вот здесь в первую очередь это задуматься, куда вы двигаетесь дальше, в чем хотите себя реализовать. Что стоит на первом месте? Работа, отношения, хобби. В чем закрыт ваш потенциал? И вот ваша задача его открыть. Но, безусловно, понимаете, вампиры это еще карта такой вот некой спячки, когда нужно немножко отдохнуть и возродиться от какого-то тяжелого процесса и перейти в новое состояние. Так, что у вас? Аркан Зенит. Решительность. Девиз. Стратегия. Формулировать какие-то мысли, цели, задачи. То есть построить план наперед. То есть даже если в вашей жизни что-то сейчас кардинальным образом меняется, будьте воинственно настроены, будьте готовы к стратегии, к победному, к пробежению и энергетически сильно вкладывайтесь в новое. Получите максимальную энергетическую отдачу. Соответственно, сможете реализовать свои самые смелые планы. Тем более, амбиции у вас по картам, которые ложатся, хватает. Их здесь достаточно. Хорошо. Будем с вами переходить к стрельцам. Посмотрим, что же здесь у них. Стрельцы. Давайте смотреть, какова у вас здесь ситуация. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что здесь на повестке дня у стрельцов. Так, смотрите, тяжкий груз, тяжкая ситуация, связанная с плетнями, пересудами, какой-то информацией, которая к вам доходит, которая вас, в принципе, отягощает. Это могут быть конфликтные ситуации с друзьями, это может быть отстранение либо потеря друзей. Это, в принципе, эмоциональное выгорание от того, что много каких-то бытовых обязанностей и нет реализации хобби, либо творчества, либо каких-то начинаний для души. Что здесь еще по связке этих арканов? Например, отказаться от нестабильных либо несвободных отношений, которые вас отягощают. Подразумеваются непосредственно любовные треугольники. Почему? Потому что они для вас являются тяжким грузом, тяжким бременем, от которого вам следует освободиться. Если, в принципе, арканы смотреть с позиции отношений, вы на текущий момент свободны, то, знаете, как много контактов, много общения, но оно все ни о чем. Оно больше вас отягощает. Это желание от этого отстраниться. Если любовные треугольники, опять же, да, выйти из этих отношений, они для вас являются эмоционально разрушающими. И если это стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья, это конфликтные ситуации относительно того, что вы на себя взвалили весь груз бытовых обязанностей, рутинной работы, а ваш партнер или партнерша проводит праздный образ жизни. То есть это попытки, знаете, как обсудить какие-то конфликтные ситуации в семье с вашими близкими и найти какой-то подход, какой-то контакт. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, например, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то здесь по картам, в принципе, заниматься любимым делом, но чьи-то сплетни, пересуды, либо критика не всегда конструктивны. Это, знаете, может вас выбить из колеи и будут опускаться руки, потому что по этим картам какие-то новые тяжелые начинания, в которых у вас еще нет опыта или навыков, и вы не знаете, как это подать, с чего начать и как это реализовывать. Если арканы смотреть для тех, кто в статусе соискателя, то это быть разочарованными работой, вакантной должностью, к которой вы стремились, потому что работа рыбы для души, а вы понимаете, что для вас она является очень тяжелой, причем тяжелой не с позиции физического труда, а в большей степени как эмоционально. Очень много контактов, общения с людьми, а как вы сами знаете, работа с людьми всегда является наиболее тяжелой. Если рассматривать ситуацию наемных сотрудников, это сплетни, это интриги, это какие-то коварные и подступные многоходовки в отношении вас, чтобы вот это огощать ваш труд и времяпрепровождение на работе. Почему это падает в позитиве? Это как выявить, это как пресечь, это как поставить кого-то на место, хотя вам это тяжело крайне будет делать, потому что здесь наконец-то обрести зону комфорта, потому что надоело жить с оглядкой на кого-то. Если это собственный бизнес, то здесь опять же может быть какая-то знаете, как некий внутренний раздрай, того, что там прогорело, не получилось, не срослось, но появится цель и мотивация начать что-то новое, возродить какой-то проект, несмотря на то, что это будет тяжело, либо дорожка еще не проторена, но у вас получится. В плане состояния здоровья, во-первых, депрессивное состояние, эмоциональная усталость, выгорание, в первую очередь профессиональное и смотрите, вот проблемы с педой, поэтому, пожалуйста, старайтесь себя не перегружать. Что у вас здесь в негативе? У вас в негативе конфликтные ситуации могут быть с матерью, с супругой, выяснение взаимоотношений, накал страстей, какие-то переживания относительно финансовой стороны вопроса, особенно для тех, кто делает ремонты, либо что-то каким-то образом ремонтирует у себя в квартире, в доме, в приусадебном участке, потому что переживания и страхи, а где же взять денег на реализацию задуманного вами проекта, либо каких-то нюансов, которые вы себе напланировали. Совет. Взялся загуш, не говори, что не душ. Смерка мечей. Это, знаете-ка, включите хитрость, сноровку, смекалку, обойдите любую конфликтную ситуацию нестандартно. Даже, знаете, как бы, если против вас сплетни, пересуды, используйте себе их во благо, потому что таким образом только возрастет ваш авторитет. Поэтому, знаете, как это, подходите ко всему с умом. Потому что семерка мечей, это всегда карта нетривиального интеллекта. Ну, давайте посмотрим на неожиданность данного периода, что у вас здесь. Ну, аркан, который указывает на вопросами зависимость, либо отягощенную ситуацию. Почему? Потому что вот вы кого-то боитесь, кто-то на вас, знаете, как давит, давит эмоционально, может оказывать давление даже не то, что физическое, да, то есть какие-то угрозы. Потому что аркан называется цепи. Это в первую очередь как какие-то оковы, вот что-то вас держит, отягощает, ну, в прямом смысле слова, вымораживает. Кто-то вас очень так сильно достал. и вот вам нужно либо принимать какие-то тягостные обстоятельства, которые не хочется, но придется выполнять, либо наконец-то уже понять, что у вас так сковывает, от этого освободиться. Потому что состояние у вас тягостное, это подавленность, ощущение давления со стороны, ощущение, что кто-то у вас отбирает свободу, требует самоотдачи, а ситуация не приносит вам радости. Поэтому здесь кто знаете, как в первую очередь, даже если у вас сейчас идет внутреннее ощущение потери счастья либо потери души, вы должны понимать, что даже если вы получите то, что вы сейчас хотите, а не факт, что вы получите радость. Поэтому в плане рекомендаций Аркан всегда говорит о том, что подумайте, вот то, чего вы хотите, действительно ли вам это нужно, действительно ли вам это принесет радость и новые возможности. Ну и в принципе Аркан Цепи говорит всегда о том, мысли материализуются. Вот если сильно пожелаете, получите то, что хотите. Поэтому будьте на это нацелены. Ну и посмотрим, какие здесь рекомендации, на что нужно сделать акцент. Это в первую очередь Аркан, который вам рекомендует увидеть перспективы, настроиться не на что-то новое, заглянуть вглубь себя. Потому что это карта, которая указывает на вопрос эмоциональной какой-то перестройки. Это в первую очередь, знаете, как желание видеть что-то новое, что-то прекрасное и перестраиваться, настраиваться на нечто новое, на новый лад. Ну и помимо всего, это, знаете, решает любые вопросы либо ситуации спокойно, то есть контролировать свои эмоции. Вот такая вот ситуация. А мы с вами будем переходить далее. Посмотрим козерогов. Козероги, переходим к вам, посмотрим, что вас ожидает в рамках этой недели. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова здесь ситуация? У вас внутренняя борьба, накал страстей, желание удовлетворить свои амбиции, достичь какого-то положения вещей. Могут быть конфликтные ситуации с женщиной, в жезловой масте, то есть овен, лев или стрелец. Либо, в принципе, это отстаивание своих интересов, неважно, с партнерами, коллегами, вашими близкими, потому что здесь жестко, молниеносно что-то решить. Конкурентная борьба. Итак, если в плане личной жизни и вы на текущий момент свободны, то здесь может быть знакомство при какой-то конфликтной ситуации. Вот об этом показывают карты. Это, знаете, как заедут друг друга за живое, зацепить за какую-то эмоцию, желание самоутвердиться. Если это вопрос любовных треугольников, то это активная борьба, это желание отставить своего партнера либо партнершу. Если это стабильные взаимоотношения, то есть вы сожительствуете, вы встречаетесь, либо у вас семья, то это внутренняя борьба, это противоречие, это желание добиться того, чего вы хотите в отношениях со своим партнером. Это конфликт, это может быть накал страсти, но тем не менее вы получите тот результат, к которому стремитесь. Если арканы рассматривать относительно вопросов работы, заработка, вы в статусе неработающего человека, ну как вариант, вы на пенсии либо вы в декрете, то арканы здесь указывают на борьбу с финансовыми трудностями. здесь могут быть обращения в инстанции с целью перерасчета каких-то пенсий, субсидий, дотаций, еще каких-то нюансов, потому что у вас на первой, скажем так, полосе этой недели это стоит повышение источника, ну как доходов, повышение уровня и качества жизни. Если вы в статусе соискателя, то это такой серьезной борьбе под нагалом страстей доказать свою компетентность, показать в первую очередь уровень профессионализма и добиться вопросов трудоустройства. Если вы наемный сотрудник, конфликтная ситуация с руководством, с коллегами отстоять свою авторитет, свои полномочия. Если у вас свой собственный бизнес, это решать вопросы с законом, то есть это конфликтная ситуация с налоговой, с СЭС, МЧС, отстаивать свои интересы. Это могут быть какие-то, знаете, не совсем корректные и приятные ситуации с вашими оппонентами, конкурентами. То есть, знаете, как выстоять в первую очередь, на это указывают арканы. И если смотреть вопросы здоровья, это скачки давления. Вот на это указывают карты. Так, что у вас в негативе? Какова здесь ситуация? Траты на удовольствие, траты на детей, незапланированные покупки. Это, в принципе, траты на какие-то поездки, переезды, смену места жительства, на покупку транспортного средства, либо на тюнинг транспортного средства. То есть, ситуация в удовольствии, но требует серьезных расходов. Что здесь еще? Если это касается близких людей, то это, знаете, как задабривать, получать, ну, как расположение к вам, либо идти на примирение с какими-то дарами. Вот об этом говорят карты. Но еще такой акцент, это, понимаете, что первый шаг должен быть от вас. Относительно совета. По восьмерке жезлов действовать, не промедлять в какой-либо ситуации, принимать быстрые решения, потому что восьмерка жезлов – карта активности, карта скорости. Удачное время для поездок, переездов, смены места жительства, приобретения билетов, раннего бронирования, приобретения автомобиля – это, в принципе, аркан известий и действовать по ситуации. Если вы планировали оформить какие-то документы, самое время, потому что по ситуации это легко будет решаться и легко будет вам даваться. Сейчас посмотрим неожиданность данного периода, что у вас там такое будет. Ну, видите, вот как такой выпавший воин со сломанной ногой. Этот аркан указывает на массу препятствий на вашем пути в рамках этого периода, этой недели. То есть, действительно, неделя будет непростая, много трудностей, много конфликтных ситуаций. Но, знаете как, справитесь. Почему? Потому что вот у вас есть костыли, есть на что опереться. Сам по себе аркан очень часто указывает на сложные моменты, которые необходимо преодолеть. Потому что это в первую очередь как проверка себя, как проверка развития вашей личности. Могут быть какие-то задержки, опоздания, которые будут вводить вас в ступор. Но это лишь этап на пути продвижения. В плане мотива это как желание исполнить долг, исполнить какие-то возможности во что бы то ни стало, решить какую-то ситуацию либо процесс. Вы можете, конечно, быть задавлены проблемами. Вы, знаете, как можете ощущать какую-то внутреннюю разбалансировку, хроническую усталость, какой-то, в принципе, упадок. Но аркан указывает, что что бы ни стряслось, двигайтесь дальше к своей цели. Потому что, как говорит эта карта, дорогу оселит идущий. И, скажем так, это просто аркан продвижения по пути, это решение проблем, преодоление трудностей и препятствий. Так, на чем можно сделать акцент? У вас падает здесь Елена. Ну, смотрите, это карта судьбы, это карта, знаете, как резолюции, то есть это каких-то важных решений, судьбоносных перемен. Это, в принципе, аркан, который указывает, что все, что на этой неделе будет происходить, по сути, будет прокладывать вам путь для решения каких-то судьбоносных перемен, судьбоносные возможности. И, по сути, так как в рамках этой недели вы будете принимать ключевые решения, которые, по сути, будут вершить вашу судьбу. Поэтому относитесь ко всему очень внимательно. Вот такой для вас период. А мы с вами будем переходить к водолеям. Водолеи, переходим к вам. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, водолеи, какова у вас здесь ситуация? Ой, у вас тут просто накал страстей. Все кипит, бурлит. Во-первых, поездка к семье, либо приезд семьи, потому что, видите, как единение. Это, в принципе, какие-то известия. Это приезд, либо очень близких друзей, родственников, потому что, видите, как сплотиться. Это переезд семьей, смена места жительства, так как обретение новой родины. Это, в принципе, решение вопросов, связанных с поездкой, переездами, видами на жительство, то есть решение каких-то документальных вопросов. То есть неделя в этом аспекте очень успешна. Если арканы смотреть относительно вопросов личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то это, знаете, как обрести свою половину либо в дороге, либо знакомство на расстоянии. Причем по связке карт, которые здесь ложатся, это, знаете, все новое, хорошо забытое старое, потому что по этому аркану с человеком вы уже знакомы или общались. То есть, ну, допустим, общение, знаете, как могло прерваться, прекратиться. То есть здесь как с новыми силами, с новым напором. Если на текущий момент вы в любовных треугольниках, то здесь... Давайте даже для вас дотяну. Луна. Это преодолеть внутренние сомнения и страхи. Это делать какой-то выбор. Причем выбор в пользу построения союза, нового союза. Если у вас стабильные семейные связи, это укрепление взаимоотношений, это может быть приезд ваших родственников, членов семьи либо ваша совместная поездка к близким. Это, в принципе, аркан радости, новых возможностей, раскрытия потенциала. И, в принципе, знаете, как пробуждение и чувств, и страсти, и совместных активных действий по отношению друг к другу. Если арканы смотреть относительно вопросов работы, финансов, и вы в статусе неработающего человека, ну, как вариант, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то здесь это финансовая поддержка со стороны близких. Это может вступить в права наследования. Это, в принципе, как трудоустройство через ваших близких, ваших знакомых, ваше окружение. Либо же, знаете, как реализовать себя в семье, в семейном подряде и работать здесь, может быть, дистанционного характера. То есть, например, образно открыть какой-то интернет-магазин семейной дачи, в котором вы будете принимать активное участие. Если на текущий момент вы в статусе соискателя, то трудоустройство по протекции ваших близких, вашего окружения, ваших членов семьи. Если вы наемный сотрудник, это продвижение по карьере, это, в принципе, достичь новых возможностей, это работа спорится, все идет, это новый большой коллектив, это расширение ваших полномочий и возможностей, может быть, перевод в новый филиал для того, чтобы, знаете, получить повышение. Если собственный бизнес, это новые точки, новые, допустим, магазины, новая, знаете, как ниша предоставления товаров и услуг, здесь и новые контакты, логистика, общение, переговоры, достижение результата. В плане состояния здоровья и эмоциональное, физическое состояние здоровья здесь замечательно, поэтому, знаете, как нет смысла на это сетовать. Что у вас в негативе? Мечты, планы, желания, цели, переживания и сомнения относительно построения личной жизни и взаимоотношений, партнерства, делового, то есть переживания, как сложится, а как получится, как отреагируют, а нужно ли. Ну, понимаете, здесь переживания, но вместе с тем и цели, и мечты, и планы, и иллюзии относительно партнерства, то, что даст вам реализацию, новые возможности, радость и, в принципе, ощущение своей значимости. Ну, тут однозначно, как ситуация счастья и реализации через партнерскую деятельность с кем-то. И не важно, это партнерство будет в личной жизни, либо в деловой, но видите, раскрытие потенциала. В негативе это просто внутренние переживания. Быть нужным, признанным, либо признанной, реализовать свое я. В плане совета, пятерка мечей, идти на абордаж, идти по трупам, по головам для достижения своей цели, своей задачи, потому что это карта активности, это идти в бой, идти на пролом. Вам сказали нет, вы идете снова на пролом. Понимаете, добиваться очень жестко чего-то того, чего вы хотите, то есть, потому что, знаете, как вам предоставляется шанс и ваша задача его не упустить. Еще по пятерке мечей, это, знаете, через конфликты, прояснение какой-то ситуации, каких-то новых, моментов для вас и получения информации, которая поможет найти ответы на ваши вопросы. Что здесь? Интересный такой аркан. Аркан, который указывает на ситуацию, знаете, как в первую очередь вы можете оказывать кому-то заботу, поддержку. Можете, конечно же, в этой заботе и поддержке нуждаться, но в первую очередь это, знаете, какое-то умиротворение либо успокоение, потому что аркан заботы, он всегда указывает ситуативно на то, что вы под защитой, под чьим-то крылом. Конечно, в рамках этого периода вам предстоит много задач, много хлопот. Это, в принципе, карта, которая указывает на вашу реализацию через заботу о ком-то, потому что это аркан самоотдачи, самопожертвования ради другого человека, ради отношений, союза, потому что это, в принципе, знаете, какой-то проект, дело, человек или отношения, то, что потребует дополнительных затрат, материальных или физических. И здесь совет в рамках этой недели забыть о себе, проявить заботу, внимание о другом человеке, о деле, либо чего-то активно добиваться, своей заботой, своим подходом, своим потенциалом, потому что здесь идёт эмоциональное погружение через заботу о человеке или о проекте и делать это с полной самоотдачей, самопожертвованием, и тогда вы непременно получите положительный результат. То есть, например, если это отношение доказать партнёру либо партнёрше, что вот вы самый лучший, идеальный кандидат или кандидатка, что вы действительно любите, что вы дадите массу возможностей, то есть, чтобы человек это не просто вам поверил на слово, а чтобы он это прочувствовал. И тогда для вас откроются новые возможности. То же самое касается и деловых каких-то проектов. То есть, доказать, что вы этого достойны, то есть, проявить какую-то заботу, внимание, какую-то поддержку в реализации тех-либо иных задач. Но, видите, у вас даже аркан говорит «делай, делай, побеждай, двигайся, получай возможности». То есть, это карта активности. Эта активность от вас потребует вашу ситуацию в рамках этого периода. То есть, не прозябайте, не прогибайтесь перед трудностями, активно действуйте, и все получится. Хорошо. И будем переходить к нашим рыбкам, рыбулькам. Что там у вас? Уже соскучилась за вами, давно не выходила в эфир, не общалась, не делала раскладов. Сейчас посмотрим, как для вас отыграется данный период. Итак, позитив недели, негатив недели, прямо две сразу вышли, и совет от карт. Что у вас здесь в позитиве? Вот так-то, да? Конфликтные ситуации, накал страстей, это знаете, как достать скелетов и шкафом, проработать какие-то неясности, эмоциональный всплеск. Это, в принципе, знаете, проработка себя и взаимоотношений с партнером или партнершей через конфликтную ситуацию, через крушение чего-либо. Это может быть еще, знаете, вот как отсечение, контроль, над тем, чтобы на вашу половину никто не позарился, потому что здесь отсечь ненужных персонажей. Ну, вообще, если эти арканы смотреть с позиции личной жизни и отношений, то это может быть обретение партнера либо партнерши через какую-то для вас кризисную ситуацию, когда человек вам просто окажет какую-то эмоциональную поддержку, заботу, либо, знаете, даже элементарно направит вас в нужном, знаете, как направлении, даст вам какую-то стимул, какую-то мотивацию жить дальше, творить дальше, чем-то заниматься. Если здесь идет вопрос о любовных треугольниках, то однозначно здесь разрушение любовных связей на стороне, почему ли на стороне именно, потому что по связке этих карт это отсекать свободные увлечения, акцент на семью. Тут будет четко вопрос ребром, как вы будете с кем двигаться дальше, то есть с кем останетесь, с кем отношения разрушите. Если это касается стабильных семейных связей, то здесь прояснение ситуации, тех, кто влиял на ваш союз, избавление от иллюзий, это знаете, как нацеленность на построение семейных взаимоотношений, на укрепление связи. Могут быть конфликтные ситуации между родственниками, между близкими, и вот ваша задача будет это все дипломатично урегулировать, уладить и всех успокоить, привести в нормальное, стабильное, эмоциональное, совместное сосуществование. Если эти карты смотреть относительно вопросов работы, финансов, и вы на текущий момент не работаете, ну как вариант, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер, здесь арканы четко показывают, ну по сути, как зависимость от партнера, либо от близких, от членов семьи, да, в плане финансов, но здесь эти могут помыкать, знаете, как ткнуть вас носом, или вы будете тыкать кого-то носом от того, что это сколько можно, я вас там кормлю, сидите на хлебнике, давайте уже что-то делайте, работайте сами, то есть это вызовет какую-то массу негодований и выяснений взаимоотношений внутри семьи, либо близких отношений с кем-то, но тем не менее сможете это урегулировать, здесь будет поддержка как и со стороны семьи и взаимопонимания, то есть это, знаете, как направить себя на новый лад, плюс отказаться от каких-то стереотипов, прислушаться к вашим близким, которые могут давать какие-то рекомендации, чтобы себя реализовать в чем-то, найти новый источник заработка. Если вы в статусе соискателя, то это, знаете, как не слушать рекомендаций или, наконец-то, знаете, не быть самостоятельным гуру, а воспользоваться помощью, советом или рекомендациями ваших друзей и близких. Если вы наемный сотрудник, это конфликтные ситуации внутри коллектива, накал страстей, но сможете их урегулировать, хотя там будете махать шашками наголо. Если у вас вы собственный бизнес, это отсечение партнерских отношений с кем-то, то есть с кем-то распрощаться, неважно, на хорошей ноте либо на плачевной, но вы понимаете, что по десятке кубков для вашего успокоения, гармоничного ведения дел вам нужно с кем-то расстаться. В плане состояния здоровья, следите, пожалуйста, за давлением, потому что здесь могут быть скачки, то есть есть вероятность гипертонического кризиса. Почему падает это в позитиве? Ну, потому что, знаете, как вы сможете это вовремя пригасить, купировать. В негативе, какова здесь ситуация? Ну, давайте смотреть. То есть не впадать в иллюзии, потому что здесь будут либо пытаться увезти вашего партнера или партнершу, и вы будете это вовремя пресекать. Хотя для вас это будет, знаете, информация, как гром среди ясного неба. У кого нет, в принципе, ситуации загулов или каких-то любовных треугольников, то здесь прояснение информации о нечестности, о каком-то обмане внутри семьи, среди родственников. И, конечно, вас это не совсем приятно порадует, удивит, и вместе с тем покажет, что вот скроется эта информация, этот обман, что вы длительный период пребывали в каких-то иллюзиях. В плане совета избавиться от страхов. Не нужно от них бежать, нужно своему страху посмотреть в глаза, проработать свои какие-то внутренние блоки. Даже, вы знаете, возможно, пририсовать у себя в голове самый страшный сценарий развития той либо иной ситуации. Когда вы сможете это принять, соответственно, страх отойдет сам с собой, потому что вы, по сути, уже его проработаете. Вот об этом вам говорит Аркан. Не бояться. Двигаться вперед. Ну и сейчас посмотрим на неожиданность данного периода. Какова здесь ситуация у нас. Ну вот видите, этот Аркан, как еще в некоторых источниках называется статусная пара, это, ну, либо ярмарка тщеславия. Это как игра на публику. Это в первую очередь кому-то доказать свою значимость, свою состоятельность, потому что здесь это какое-то поверхностное общение, которое вынуждено, вы должны его принимать в силу жизненной необходимости. Это, в принципе, знаете, окружение, которое захочет вас заставить следовать определенным правилам, участвовать в каких-то играх. Ну и, в принципе, состояние вашего внешнего такой любезности, вежливости, легкости, пытаться с кем-то кого-то примирить, соединить. Это может быть зависимость от общественного мнения. И, в принципе, это, знаете, как Аркан полезных знакомств. Не важно, что вы будете там радушны, нерадушны, никому-либо, вы понимаете, что это необходимо. Поэтому здесь еще как наступить себе на горло своим амбициям ради достижения какой-то цели. В плане рекомендации это быть ближе к людям, это, в принципе, быть как все, не выделяться. Это выход вообще с партнером, с родственниками в свет, по знакомым. Это какие-то приятные компании, вечеринки, на которых вы можете получить какие-то полезные знакомства, необходимые связи и реализацию поставленных целей или задач. То есть, знаете, как выходите в свет. Ну и на чем еще вам нужно сделать акцент. Видите? Аркан сюрприза, неожиданности, переключений, но вместе с тем это, знаете, как судьбоносных каких-то перемен, потому что они зависят от вас. Вот если вы приоткроете для себя перспективу новых возможностей, сделаете то, что вы не делали ранее, посмотрите, каким образом поменяется ваша жизнь. Стоит только рискнуть. То есть, избавляйтесь от страхов и идите в новое состояние. Вот таким вышел расклад для всех знаков зодиака на эту неделю, на этот период. Пусть она для вас будет плодотворной, замечательной, самой яркой. Пусть весна наконец-то подарит всем только позитивные эмоции и, скажем так, добрые переживания и на самом деле завершаться все вот эти перипетии, которые у нас были с 2020 года. Я о вас не забыла, я о вас люблю, я ценю вашу поддержку. Просто физически в последнее время не получалось снимать для вас видео. Надеюсь, что эту ситуацию, эту проблему смогу устранить и буду с вами видеться и общаться чаще. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации или обучение, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео рядом. Оставляйте свои текстовые либо голосовые сообщения на вайбер или ватсап. Мой админ Анастасия по мере своей возможности ответит на все ваши вопросы. Я же с вами не прощаюсь. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч!